Добрый день, еще раз в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин со своим особым мнением. Сегодня в нашей студии юрист Яныч Батарев. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, Владимир, добрый день. На сайте эхокирова.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, у вас, наши слушатели, есть возможность задать свой вопрос гостю «Особого мнения» с помощью специальной формы. Обширная у нас, надо сказать, повестка дня на ближайшие 35 минут. Я хочу начать с новости, которая в том числе опубликована на сайте эхокирова.ру. Сегодня в администрации города прошло экстренное совещание по вопросу очистки кровель от наледи. Связано это с резким изменением погодных условий. В выходные, мы все видим, что у нас происходит сейчас за окном, погода действительно ухудшилась. Глава администрации Александр Перескоков дал поручение руководителям администрации вывести в контрольные рейды всех муниципальных служащих. В течение ближайших 4-5 часов должно пройти, собственно, обследование, в первую очередь, тех объектов, которые представляют наибольшую опасность – культурные учреждения, торговые центры, прочие предприятия и так далее и тому подобные. Собственно, с этой темы я хотел начать, с темы падения снега и льда с крыш домов на головы людей. Есть трагические смертельные уже случаи. Но для начала я бы хотел развернуть эту тему следующим образом. Ну, вообще, прогуливаясь, идя по делам, идя на работу по городу, у нас всеместно преследуют опасности. Может сверху рухнуть что-то, можем упасть, поскользнуться, не дай бог сломать какую-то часть тела. Вот я хотел бы развернуть и, собственно, поинтересоваться у вас, а у людей пострадавших есть ли законные механизмы, собственно, отстоять свои права, получить возмещение и так далее и тому подобное. Есть? Ну да, конечно. У нас на территории города Кирова существует утвержденная администрация муниципального образования правила внешнего благоустройства. Это нормативный акт, который обязаны соблюдать и управляющие компании, и контрагенты муниципалитета, да и сами муниципальные служащие, где четко прописывается, в какие сроки какие работы выполняются, о том, что ямок на дороге быть не должно, о том, что лед должен вовремя убираться, о том, что кровли должны чиститься, в принципе, как раз благодаря наличию подобного рода документа и родились те уголовные дела в отношении трагических случаев падения аналидии с крыш зданий в отношении управляющих компаний и сотрудников администрации города. Насколько вы считаете обоснованным меру задержания ареста руководителей управляющих компаний? Ну, понятное дело, что это в полномочиях, в общем-то, в следственных органах, органов. Ну, давайте я свое мнение выскажу. На мой взгляд, на мой взгляд, конечно, применительно к преступлениям, которые совершены в условиях неочевидности и неумышленно, даже невзирая на то, что санкции соответствующих статей Уголовного кодекса за подобного рода халатность, небрежность предусматривают наказание в виде реального лишения свободы, я бы, наверное, все-таки людей свободы не лишал до суда. Уж если суд решит о том, что нужно отправить человека в колонию, ну, пусть это будет на совести суда, их специально этому учатся. На ваш взгляд, можно было бы обойтись подпиской, да? Допускаю, конечно, о том, что для того, чтобы такое решение было принято, следствие располагало немножко большим объемом информации, который есть сейчас у нас. Очевидно, может быть, опасались того, что начнется давление на свидетелях, хотя, честно говоря, участвуя в одном таком деле в случае Пашироницев, ну, такого я не наблюдаю. Два трагичных случая, да, в этом году, в феврале месячный малыш погиб, и вот в марте в Слободском шестилетняя девочка погибла, не приходя в сознание из состояния комы, родители, законные представители... Ну, и вчера у нас на пожилого человека тоже снег рухнул. Я говорю о смертельных, да, сначала случаях, вот, собственно, что сейчас в силах родителей сделать? Могут ли они получить возмещение? Куда обращаться? Что требовать? Ну, применительно к родителям погибших детей, конечно, они получат возмещение и материального вреда, ну, и, наверное, морального, хотя как это можно компенсировать, ну, мне это тяжело представить, даже как юристу, не все деньгами измеряется, конечно. Вот, посмотрим. Суммы, я думаю, здесь будут весьма немаленькие, безусловно, но, опять же, здесь, вот я общался с супругами подлевскими, у кого мальчик-малыш погиб. Это вот наше улице, да? Ну, да, я сейчас переговоры веду с управляющей компанией, мы готовимся к суду. Вот, они-то как раз говорят о том, что здесь речь не о деньгах идет, и детьми они не торгуют ни своими, ни чужими. Я всегда искренне радуюсь, когда люди заявляют, причем осознанно, о том, что они стараются как-то помочь другим, посторонним для них людям, с тем, чтобы чужие дети для них не гибли, не попадали в подобную роду ситуацию. Но это только можно приветствовать и шляпу снять. Позиции управляющей компании лепся уют, да? Ну, да. Собственно, как она общается с вами, томно, этого общения, атмосфера? Ну, мы общались и с супругой арестованного директора управляющей компании, Владислава Осенцова, и с представителями самой управляющей компании. Конечно, они приносят извинения, приносят извинения, выражают готовность компенсировать материальный и моральный вред, по мере сил, конечно. Но, с другой стороны, все равно речь идет о том, что они считают, что по большому счету вины директора, за которую его следует наказать, не имеется. Вот как раз в этой точке мы диаметрально находимся на противоположных позициях. Мы считаем о том, что директор виноват. И вообще, если обобщать, основная беда наша и проблемы все возникают только лишь из-за постоянной халатности ко всему. Ну, вот сейчас, извините, употреблю это слово, началась кампания по борьбе с сосульками на ледью, на крышах и так далее. Почему? Потому что пострадали люди, причем пострадали тяжело, вплоть до смертельных случаев. Соответственно, наши уважаемые сотрудники муниципалитетов вынуждены как-то, чтобы обелить себя, проявить некоторую ретивость в вопросе недопущения подобного рода происшествий. Ну, хорошо, простите, а почему завтра кого-нибудь... Фу, дерева нет, постучу потом. Не ударит током в подъезде, из-за того, что это не налить какая-то ему на голову упало, а электрик неправильно провода соединил. Такие случаи тоже бывают. Меня самого током било из-за дверного звонка, либо неисправного домофона. Вот. К сожалению, но, на мой взгляд, как раз репрессивный механизм в данном случае абсолютно оправдан только тогда, когда сотрудники управляющих компаний поймут о том, что они имеют дело с людскими жизнями, и их постоянная, каждодневная, плодотворная и правильная деятельность призвана обеспечивать не просто комфортное, а просто существование тех граждан, которые платят им деньги, ну, тогда это будет правильно. До тех пор, пока они считают о том, что все можно делать на авось, с этим надо бороться, вплоть до лишения свободы виновных лиц. Такой серьезный вопрос еще хочу задать по поводу управляющей компании Лепсио-Йод. Вот, все мы прекрасно знаем, как зачастую решаются или пытаются решиться вот эти вопросы, связанные с причинением ущерба, здоровья, имущества и так далее. Управляющая компания предлагала не доводить дело до суда? Ну, здесь нет возможности не доводить дело до суда. Инициатива в возбуждении уголовного дела принадлежала правоохранительным органам, не родителям. Они в течение нескольких недель с момента происшествия находились в состоянии далекому от взвешенного. Дело возбуждается по факту. Был факт о том, что рухнула глыба льда на коляску малолетнего ребенка, причем причинила ему тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, от чего ребенок скончался. Сообщение о таком факте поступает от сотрудников скорой помощи, сотрудников травматологической больницы. проводится проверка. Очень хорошо, что эта проверка была проведена достаточно оперативно, были собраны все необходимые доказательства. Не удалось, я не говорю о том, что кто-то бы пытался вводить следствие в заблуждение, но даже попытки такой следствия никому не дало. Достаточно оперативно были все проведены необходимые следственные действия. В результате мы имеем, на мой взгляд, доказанный факт халатного отношения к своим обязанностям со стороны руководителя управляющей компании Лепселлер. Когда будут поданы документы? В суд? В суд, да. И, собственно, подробности, нюансы того, что вы требуете. 11 марта всего года следствие было закончено. Сейчас идет процедура ознакомления с материалами дела со стороны уже обвиняемого, господина Сенцова, который находится в СИЗО. Я думаю, что в первых числах апреля документы уже уйдут в суд для принятия решения по существу предъявленного обвинения. Он сейчас обвиняется в достаточно серьезном преступлении. Я думаю о том, что здесь будет иметь место быть особый порядок, потому что в настоящий момент обвиняемый ничего не отрицает. Он фактически признает халатное отношение к своим обязанностям, повлекшие по неосторожности смерть человека. Лично встречались? Спасибо, Бог, нет. А вот что касается тех дел, которые следственное управление возбудило в отношении сотрудников администрации как города Кирова, так и города Слободского, вы верите в то, что это расследование будет доведено до конца? И кто-то из руководящих людей лишится своих постов. Вы знаете, не считаю вправе комментировать подобную роду ситуацию себя. Почему? К сожалению, кроме как сообщений в средствах массовой информации, иной информации никакой у меня нету. Я бы дорого дал за то, чтобы почитать, например, постановление о возбуждении подобного рода уголовного дела. Возбуждено ли оно в отношении кого-то конкретного человека, либо по факту, и как формулируется состав вменяемого преступления? В СМИ, надо сказать, не звучало. Ни конкретных персоналей. Ну да, то есть что-то проходила информация о том, что вот возбуждено такое уголовное дело в отношении сотрудников администрации. Правда, в чем заключается правонарушение преступления со стороны этих неназванных лиц, ну, пока общественности это неизвестно. Ну, я думаю, что время покажет, либо дойдет это дело до суда, либо где-то канет в недрах нашей системы правонарушения. Ваша личная оценка тех действий, которые предприняли руководители Слободского, глава администрации Кашин и глава города Рычков. Кашин, как известно, по собственному желанию. Рычков вставил вопрос о его доверии перед Слободской городской думой. Думаю, его не отпустило. Ну, вы знаете, я... После смерти девочки, да. Да, я понял. Знаете, я считаю, что этот поступок абсолютно правильный, абсолютно мужской. Я не знаю, что лежало в глубине этого поступка. Очень хочу, чтобы основанием для подобного рода заявлений служило на самом деле личное переживание достаточно высоких должностных лиц и сознание собственной ответственности за подобного рода факты. Если это так, то это прекрасно. Давайте все стремимся к тому, чтобы так было. Если это какая-то игра, ну, все тайное когда-то становится явным, мы узнаем. Это чувство, по вашему мнению, оно присуще руководителям города Кирова? Чувствуют ли они ответственность своему? Вы знаете, я думаю, что да. Я думаю, что да. Я встречался с достаточно большим количеством высоких должностных лиц и Кировской области, и города Кирова. Я не могу сказать, что все они люди абсолютно сухие, бездушные и набивающие себе карманы за наш с вами счет. Такие тоже встречаются, но в большинстве своем, хоть в какой-то части, у каждого чиновника всегда есть осознание ответственности порученного дела. Честно, вот, блин, может быть, извините, мне просто везет, но я очень часто встречаю людей, которые демонстрируют не только на словах, но и своими поступками какую-то свою ответственность за порученное. Это очень хорошо. Как-то бы, если бы я мог сделать так, чтобы это было у всех, наших чиновников, это было бы прекрасно. Я напомню, что это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Я хотел бы сейчас перейти к теме капитального ремонта. Сегодня мы в рамках дневного разворота говорили на этот счет. Нарастает, нарастает волна недовольства этой обязанностью платить, оплачивать квитанции за капитальный ремонт. Все чаще звучат призывы не платить. Платить или не платить? Давайте юристу задам вопрос. Вот здесь у меня, наверное, будет особое мнение. На самом деле особое мнение. Простите, вот у нас по данным сегодняшних опросов, да, в течение эфира мы делали, 30% на нашем сайте не оплачивают. Ой, простите, 70% не оплачивают. 30% только оплачивают. Вот такой расклад получился. Ну, что я могу сказать как юристу? Обязанность вносить соответствующую плату отчисления на капитальный ремонт в настоящий момент предусмотрена ЖК РФ. Это норма закона. Хотим мы такого, хотим мы, чтобы она сохранялась или нет, но это закон, который следует исполнять. Он принят Государственной Думой, во всех чтениях вступил в законную силу. Мы с вами выбрали тех депутатов, которые приняли такое решение обязательно для всех нас с вами. Если Дума в настоящий момент передумает, да, игра слов Думы передумает. Ну, она может передуматься. Может, может. Внесен законопроект, то, соответственно, тогда закон перестанет быть законом и мы сможем где-то сэкономить. Но тут вопрос глобальный, на мой-то взгляд, сэкономим ли мы. Мы все, наверное, хотим поменьше тратить и побольше зарабатывать. Это абсолютно человеческое отношение к жизни. Ну, хорошо. Что будет тогда, когда мой, например, дом признает аварийным? За чей счет это будет ремонтироваться? На мой взгляд, отношение людей к тратам на собственное имущество, о том, что мы не хотим вносить деньги на капитальный ремонт, ну, допустимо, наверное, но только в одном случае, если государство предоставит возможность собранию собственников конкретного дома отказываться от оплаты подобного рода сборов, при условии, что когда данный дом будет признан аварийным, либо потребует каких-то дорогостоящих ремонтных работ, собственники точно так же соберутся и совершенно спокойно эти работы оплатят. Идея же законодателя в установлении платы за капремонт, которая так всех раздражает, состояла в том, что все мы с вами постепенно по чуть-чуть, по чуть-чуть накопим на ремонт нашего с вами жилья. Я не знаю, как эта система будет работать, она достаточно молодая, весьма новая. Сборы начались с декабря 2014 года, сейчас март кончается. Еще тяжело говорить о каких-то итогах чего-то, никаких итогов пока нет. Только-только начинается, только-только фонд капремонта Киевской области создан и начинается работа. Но идея очень здравая, идея очень здравая. Собственность обязывает, это постулат, известный с очень давних времен. У нас все наверняка до сих пор хотят, чтобы что-то делалось за чужой счет, а не свой, так не бывает. Все стоит денег. У нас в советское время, наверное, была возможность приходить в дом управления, бить кулаком по столу, писать какие-то жалобы в город с полком, требовать оплаты, каких-то проведений ремонтных работ и прочее, и прочее. Сейчас такого нет. У миссаполитета реально нет денег и нет возможности даже законной ремонтировать частные дома за счет средств бюджета. Вот у нас сегодня в рамках эфира были звонки от слушателей, которые еще раз напомнили, что в квитанциях до сих пор не указана фамилия имя, имя, отчество владельца, собственника жилого помещения. Там просто слово «собственник» фигурирует. И наши слушатели заявляли о том, что я хотел бы собственно посудиться, так ведь у меня ничего не получится. С чем посудиться? Собственно, чтобы не платить за это все-таки. Я ведь не смогу посудиться, потому что не указаны мои данные. Еще раз, нельзя судиться с тем, чтобы чего-то не платить. Как будет звучать такое требование в исковом заявлении, что должен будет решить суд? Обязательно фонд капитального ремонта не выставлять счета? Ну, чем тогда это выставление счетов нарушает права гражданина? Я думаю, что основные проблемы начнутся тогда, когда фонд капитального ремонта полностью уже обрастет базами данных, соберет всю информацию. кончится и все достаточно просто. Обязанность уплачивать такие взносы предусмотрена законом. Конечно, кто не хочет добровольно платить, может не платить. Ну, тогда служба судебных приставов знает, что делать. Государственные наши органы никаких сложностей в обращении в суд не испытывают. Многие сталкивались с тем, что задолженности по коммунальным платежам взыскиваются, причем достаточно просто. И хочешь, не хочешь, потом придется рассчитываться, только это будет уже немножко дороже. Ну да, там механизмы судебных приставов есть всевозможные. Центров свои приставы берут, запрещены регистрационные действия и так далее. выезд за границу блокируют и прочее, прочее, то есть весьма много неприятных последствий. Да, я сам сталкивался, у меня такая же точная история, я имею в городскую квартиру, мне пришла квитанция, где действительно моя фамилия не указана. Но, будучи юристом, я прекрасно понимаю, что обязанность оплачивать подобного рода сбора в установленном размере у меня есть, я оплатил. если потом этот же фонд капитального ремонта выставит мне за этот же период времени еще раз квиточек какой-то, но я же все документы собираю, я смогу доказать, что я уже оплатил, у меня документ есть. То есть, на мой взгляд, вот это несколько надуманный повод для того, чтобы не исполнять ту обязанность, которая законом предусмотрена. А как быть с теми людьми, которые не получали еще ни одной квитанции о капитальном ремонте, в силу того, что базы там еще не переданы друг к другу, они их получат разом, в этом случае есть какой-то людей право не оплачивать все разом? Ну, давайте так, еще раз. Простой вопрос. С декабря 2014 года каждый собственник жилой недвижимости на территории Российской Федерации и Кировской области в частности обязан оплачивать будущий капитальный ремонт. Ставки устанавливаются правительством Кировской области. Ну, если не пришла какая-то квитанция, пение не взыщут, ни устойку не взыщут, не накажут даже никак, но основную эту сумму отчислений на капремонт заплатят все, все равно, либо добровольно, либо в судебном порядке. На мой взгляд, конечно, возможность не платить все сразу теоретическое есть. То есть, обратиться с заявлением о какой-то рассрочке, но это чисто теоретическая возможность. Почему? Мы же не можем не оплачивать, например, электроэнергию. Конечно, мы можем просто не платить, но тогда рано или поздно нам, простите, провода обрежут и оставят нас без света. Всего на все. И долг никуда не денется. Просить какую-то отсрочку в оплате можно только в том случае, легально, абсолютно, когда дело уже дошло до суда и вынесено уже какое-то судебное решение о взыскании определенной суммы. Здесь можно через суд пытаться как-то рассрочить выплату взысканных сумм. Но это, к сожалению, уже судебная процедура, это уже приставы, это уже разного рода неприятные процессуальные действия. Слушайте, нет у вас такого ощущения, что чиновники власти дрогнули? Вчастие. Увидя такую ситуацию, у нас 42% только за три месяца собрана от начисленной суммы за капитальный ремонт, нет такого ощущения, что власть как-то уже думает о том, чтобы пойти на попятную? Вот, Владимир, вы понимаете, зерно-то проблемы, на мой взгляд, состоит не в тех квитанциях и в не тех суммах, которые мы сейчас платим, а кто-то не платит. Ведь в любом случае, давайте так, дрогнула власть, дрогнула, отменила сборы на капремонт, ну тогда хорошо, дома ветшают, наверняка кто-то ведь их ремонтировать будет, либо дома начнут сыпаться на головы тем жильцам, кто живет, и мы с вами будем обсуждать не падение сосулек, а обрушение перекрытий зданий. Наверное, будет, государство наверняка не допустит, чтобы граждане погибали столь глупо. но тогда мы с вами как налогоплательщики будем платить немножко больше налогов, из воздуха деньги не берутся. Новых налогов или за счет повышения существующих? Будет НДФЛ не 13%, а 15%, например, либо вырастет НДС, и работодатель сократит рабочие места. То есть государство в любом случае из воздуха деньги не возьмет, и бесплатно само чего-то делать не будет. Деньги даем государству мы с вами, каждый. российское правительство тут недавно поклялось, что не будет пока повышать налоги. Пока. Ну, пока, наверное, да, может быть. Потому что сейчас не та, наверное, ситуация, чтобы повышать налоги, но мы тебе бы собрать. Давайте сейчас перейдемся на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение юриста Яна Чеботарева. Да, и сегодня это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Продолжаем мы передачу. Хотелось бы затронуть тему центрального рынка. Сегодня, именно сегодня, во вторник, к утрам предприниматели, работающие на центральном рынке, снова вышли пикетировать городскую администрацию с требованием не заключать договор на реконструкцию рынка с компанией под названием БСП Инвест Плюс. Как ранее сообщала администрация города, БСП Инвест Плюс единственный подрядчик, который заявился на конкурс, в силу того, что он был единственным конкурсом, признан несостоявшимся, но по информации опять же администрации, сейчас проводится проверка документации, связанная с деятельностью этой фирмы, если документация с ней все будет чисто, то договор будет подписан. Совершенно правильно. Все законно, все верно. Все законно. А вот эти люди сомневаются, что опять заточка идет, грубо говоря, входит в компанию. Ну, давайте так, значит, провели пикет, обратились с требованием о проведении проверки. Ну, замечательно. Просто для этого можно самому сходить на соответствующий сайт госзакупок, посмотреть, как на сайте муниципалитета точно так же, как проводились торги, насколько публично, насколько прозрачно. Если бы обратился кто-то из фирм, из предпринимателей, кто хотел бы участвовать в проекте реконструкции, но по каким-то причинам не сумел, на мой взгляд, это было бы более, собственно говоря, весомо. А так предприниматели возражают против заключения договора с победителем торгов. А еще хорошо, чтобы лето было круглый год, тоже можно пикет провести. Честно, я не совсем понимаю логики здесь со стороны предпринимателей, либо они просто возражают против любой реконструкции, но тогда я хочу здесь заявить о том, что на мой взгляд центральный рынок давно нуждается в ремонте, он уже сильно старый и ветхий. Открою небольшой секрет, офис Евгеньевича как раз-таки рядышком центрального рынка полагается. Я нахожусь рядом, я вижу, что там происходит, это ужасное зрелище. У вас человеческое отношение ко всему, к этому, что менять? Действительно, надо менять. Ну так-то все надо менять, потому что здесь, простите, на мой взгляд, вот этот квартал центрального рынка, который есть, он был бы, наверное, хорош в 70-80-х годах, но не сейчас, потому что там отвратительные, старые здания, кривые, косые, с вечно текущими крышами, с кучами мусора, павильоны, которые, простите, на центральном рынке стоят торговые, ну это вообще, на мой взгляд, каменный век. Я бываю, часто езжу по территории России и встречаю, как, вижу, как организованы эти же рынки, нестационарные торговые места в других городах. Это небо и земля. Ну, с меньшими претензиями это все устраивает. Эти мнения тоже часто звучат. Оставьте все, как есть. Не надо. Ну, в этой части я надеюсь, что администрация все-таки заинтересована в каком-то прогрессе. Если будет установлено о том, что кто-то чего-то получил откат за какой-то контракт, это преступление, за которое надо сажать. Но остановить, простите, прогресс любой мы, извините, не можем. Если бы мы прислушивались к людям, которые говорят о том, что зачем нам медицина, да давайте в землянках будем жить, да зачем вообще, чего, да давайте все продадим, разделим. У нас бы и государства не было, и мы давно бы уже кто-то в Китае жил, а кто-то в ФРГ, например. Вы за ТРЦ или против ТРЦ на месте рынка? Ну, в этой части я считаю о том, что пока ничего страшного, требующего экстренного вмешательства населения не происходит. Собственник муниципального образования город Киров в лице уполномоченных органов приняло решение о реконструкции принадлежащего муниципальному же образованию объекта недвижимости. Они имеют на это право? Наверное, да. Если я у себя в квартире переклеиваю обои, какая мне разница до мнения моих соседей? Вот скажите мне. Не шуметь после 10. Ну, не шуметь, хорошо. В этой части я прекрасно понимаю о том, что все мы, жители города Кирова, заинтересованы иметь на территории города нормальный, хороший рынок. Где, ну, или ТРЦ, да без разницы, как это будет называться, место, где граждане смогут реализовать выращенные на этих же своих приусадебных участках продукты питания, где-то продать... Вы все-таки за это выступаете? Ну, нет, секунду, насколько я знаю, по-моему, администрация... За сельскохозяйственный рынок, да? Не только, не только. Сейчас, насколько я знаю, в центральном рынке все сельское хозяйство сосредоточено в одном достаточно большом зале, но, насколько я знаю, с сайта муниципального, с администрации города, там как раз планируется, что какое-то количество мест останется. Выделено будет как раз-таки под продукцию сельхозпроизводителей. Современно, чисто, с вентиляцией, с надлежащими санитарными условиями. Почему нет? Давайте сейчас про ухудшение экономической ситуации поговорим в том части, что рушатся судьбы людей. Громко заявлю, постоянно мы слышим от своих, в том числе, коллег, друзей, знакомых, читаем в интернете эту информацию. Информацию о том, что людей увольняют, сокращают зарплату, уезжают зарплату, он просит написать заявление по собственному желанию. Можно ли в современной ситуации бороться за свои права и бороться за свои рабочие места? Бороться за свои права нужно всегда, но то они и даны, права, чтобы их можно было как-то использовать. Примитивно к сокращению рабочих мест рядовой работник, рядовой специалист, офисный служащий какой-то за свое место бороться не может никак и, по большому счету, наверное, права не имеет. Предприниматель, тратящий деньги на создание какого-то бизнеса сам самостоятельно решает, какое количество работников ему необходимо. Масштаб здесь измеряется разными, конечно, показателями. Одно дело, если одного своего продавца сократит чипист, другое дело, если крупный завод выгонит сразу на улицу человек 200-250. Но единственное право у работников, у наемного, которое законодатель предусматривает, это право на получение своевременной зарплаты, компенсационных выплат за неотгуленный отпуск, выходных пособий, но не более того. За рабочее место свое работник биться не может вообще. Если работодатель принимает решение о сокращении, так тому и быть. у нас капитализм. Это мы сейчас о частных говорим, структурах, да? Как быть без бюджетников? Государственные даже сам бюджетник? Давайте так. Даже самая ситуация? Абсолютно. Просто здесь разные уровни принятия решения. Если участник принимает решение достаточно просто, мне не нужен работник, я его буду увольнять. Да, мне его жалко, но себя и своих детей мне жальше больше. Пиши заявление, не напишу, тогда я тебя сокращаю. Все по закону. То же самое с бюджетом. Просто в этой части решение о сокращении количества учителей, врачей принимается немножко на другом уровне и с немножко другими правилами. Если процедурные вопросы соблюдены полностью, значит, так тому и быть, значит, врачу, учителю, педагогу придется искать какое-то другое место работы. это ситуация весьма часто встречающая, на самом деле. Ну, вопрос с поиском работы тоже, по-моему, сейчас решить очень и очень непросто. Ну, хорошие специалисты нужны всегда и везде. Искал себе недавно... А моральная ответственность все-таки социально направленный бизнес сам по себе и социальная направленность на мой взгляд заключается в том, чтобы большинство моих работников не страдало. Соответственно, если растут цены, есть необходимость повышать зарплату, я вполне допускаю, что какая-то часть наиболее качественных работающих сотрудников она останется, какая-то уйдет. Это рынок, это правильно, это хорошо. Я вас привел к простить юрист юристы искали? Ну, я искал юристы, я перебрал достаточно много... Юристы искал юристов? Как работодатель? Ну да, я же не один работаю, у меня есть помощницы, девчонки, вообще молодцы. Вот, я искал себе во второй офис юристы, перебрал очень много с большими трудами, но нашел себе человек, но с большими трудами. Молодой? Ну да. Я предпочитаю достаточно таких юных. Для того, чтобы передать им свой опыт? Они лучше работают на самом деле, у них глаза горят, когда человек уже все знает, ему все скучно, это уже не мой тип. Ясно. Но остается не так много времени, тем еще много. Я хотел бы затронуть тему ОПГ прокоповские. С конца января мы наблюдаем... Не состою. Хорошо. Я думаю, больше из присутствующих здесь студий тоже не состоит никто, надеюсь. С конца января, так как известно, мы наблюдаем за этим. Михаил Юрьевич Прокопьев был задержан 31 января, если не ошибаюсь, в Москве. И вот последнее сообщение по этому поводу, которое появлялось в СМИ, на днях нашли тайник с оружием здесь, в Кирове. Общественность наблюдает за этим с интересом. И, собственно, я тоже согласен с этим, с этой оценкой, с этим мнением. Насколько глубоко будет следствие копать и могут ли в этом случае полететь головы ныне известных предпринимателей, возможно, иных других известных людей? Как вы думаете? Давайте так. Будет это все раскручиваться по полной программе? Ну, судя по тому, что я лично вижу, что начиналось это с задержания одного человека, потом еще одного, сейчас уже, по-моему, семеро. В том числе непосредственно исполнители, как заявляют следствие? Ну, да. В интернете выложена часть видеокадров проведенных следственных действий, где непосредственно сами исполнители показывают, как, что происходило. Ну, на мой взгляд, это будет достаточно широко. Я думаю о том, что раньше конца, наверное, этого года, пятнадцатого, говорить о каких-то судебных решениях не приходится. Объем информации, которую сейчас перерабатывает следствие, весьма велик. весьма велик. В свое время я был участником ряда событий, связанных с гибелью известного в Кирове предпринимателя Анатолия Горбушина. Анатолия Горбушина. Я думаю, да. Я думаю о том, что поработать следствию придется. Я думаю, что здесь, конечно, могут полететь и достаточно высокие чиновники даже, потому что поговаривали, что Михаил Юрьевич имел весьма неплохой вход к ряду чиновников разного рода администраций. Ну, посмотрим. Которые до сих пор. Еще раз, я не участвую, я не знаю, могу только предполагать. Но в целом, на мой взгляд, все мы, кировчане, знали как минимум о существовании такой группировки. Во всяком случае, имя Михаила Юрьевича Прокопьева было на слуху достаточно давно. На мой взгляд, хорошо, что пусть поздно, но тем не менее правоохранительные органы заинтересовались легальностью деятельности данной группы. Знали давно, знали правоохранительные органы, я уверен. Почему именно сейчас-то? Ну, вот, Володя, я все-таки юрист, мне очень тяжело комментировать какие-то сухи. У вас же богатый опыт. Ну, есть, есть, да. Ну, смотрите, во-первых, я не могу сказать, в чем виноват сейчас Михаил Юрьевич Прокопьев, виноват ли он вообще в чем-то. Почему следствие заинтересовалось деятельностью только сейчас? Да, наверное, заинтересовалось-то оно гораздо раньше. Другой вопрос о том, что какие-то внешние проявления происходят, сейчас? Это может быть запросто связано с накоплением необходимого количества информации, доказательной базы. Я знаю о том, что все время, когда пресс-конференция проводилась совместно с Следственным комитетом, прокуратурой и полицией, это объяснялось как раз тем, что разыскивались свидетели, собирались доказательства. факты и факты собирались, база доказательная. Поглядим, посмотрим, что будет происходить на суде. Меня, честно говоря, я считаю, что это очень нескорая перспектива передачи дела в суд, но думаю о том, что суд будет все равно, и мы узнаем, что там будет установлено. Кто-то из моих знакомых назвал все это дело прощальным аккордом генерала Солодовникова. Можно ли говорить о том, что это заслуга Сергея Александровича, который отбыл от нас в Самарской области? Ну, понятно. Вы знаете, я думаю о том, что здесь какая-то заслуга Сергея Александровича есть, безусловно. Приписывать все лавры ему, я бы не стал, у нас расследуемые события произошли достаточно давно, насколько я знаю, в 2000, 2001, 2003 годах. Но срокодомностей они не существуют. Ну, да. Значит, я знаю три эпизода, которые расследуются, говорят, что их там больше. На мой взгляд, здесь особая благодарность не столько даже генералитету нашему, при всем уважении, сколько тем рядовым сотрудникам полиции, прокуратуры, следственного комитета, кто каждодневно непосредственно работали на земле. Что без их работы здесь вряд ли что-то бы вообще было. У нас буквально пару минут остается, но я хотел бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. В администрации Кирова появится новый отдел, который займется контролем деятельности мэрии. В частности, будет проверять декларации о доходах муниципальных служащих. Назвали этот отдел уже отделом по борьбе с коррупцией. У нас иных методов выведения на чистую воду нет? Нет, я думаю, что это глупость абсолютная. Борьба с коррупцией все-таки это функция не муниципалитета, а правоохранительных органов. Можно было, наверное, придумать, как потратить бюджетные деньги немножко более эффективно. В этой части мне это непонятно. Следующим шагом тогда, если продолжать эту логическую цепочку, будет создание отдела по контролю отделов по борьбе с коррупцией. И дальше по цепочке. Но тут неясно, откуда ноги растут. По всей видимости, это федеральная все-таки инициатива, спущенная сверху, не личная. Ну, в этой части, предложение городской области. Хотя могу ошибаться. Мое мнение не поменяется. Мне кажется, что контроль за правильностью соблюдения декларации, доявления фактов коррупционной деятельности, это дело все-таки правоохранителей, а не чиновников. Общественность еще. Общественность в этой части очень важную роль играет. По большому счету, не зная каких-то фактов, которые видит кто-то, какой-то человек, органы сами по себе их не придумают и работать не начнут. То есть, какая-то пусковая кнопка должна быть. Ну что ж, истекает наше время. Я благодарю гостя студии, Ян Чебутарев, юрист. Спасибо. До новой встречи. До свидания. До свидания.